Всем привет! Прошло полдня, я вообще ничего не сделала. У нас так похолодало. Вчера ходили в шортах, сегодня в жилетке. Сейчас ехать хорошо, я утром Соньке взяла жилетку, Димчику нет. Хорошо, взяла с собой машину, кинула все-таки, зашла к нему в садик, оставила ему жилетку, потому что, думаю, ребенок просто у меня замерзнет в одной кофточке. Как-то очень холодно, периодически выходит солнце, еще утром, знаете, был или туман, или смог, все прям вот белым-бело, конечно, ужас, какая-то погода, вот знаете, совсем не майская, скажем так. И многие пишут мне, можно приезжать в июне купаться, девчонки, мне кажется, будет холодно, потому что, ну реально, вот утром сегодня было плюс 15, но ветер такой, море еще, мне кажется, не прогреется. Я тут занимаюсь иглашкой, отпаривателем, сейчас чуть дальше вам покажу про новый мой отпариватель, я прям дорвалась, футболочки, моя футболка просто идеальна, Димчика вообще, я очень довольна. Я вон пью кофе, мышка со мной тут рядышком сидит, я помыла посуду, вручную, уже половину разобрала, посудомойку даже не успела разобрать, и хотела вам показать, сейчас покажу. Соль помыла, эту баночку осталась, сейчас на окне она у меня высохнет, по поводу помидор. Мне писали, не храни Вика в холодильнике. Вы знаете, мне писали такое много раз, но я как-то вот думаю, ну как, ну где их хранить, ну как их можно хранить вот на окне. Слушайте, что я могу сказать помидорам, получается, они у меня лежат уже дня 4 точно. С ними ничего не происходит, такое ощущение, что они наоборот дошли, стали более красные и более вкусные. Вот, единственное, что у меня здесь солнце, их нужно будет отсюда унести, а так вообще просто прекрасно, поэтому если вы храните до сих пор, как и я, помидоры в холодильнике, попробуйте просто убрать их, ну может быть, в темное место или на подоконе, где у вас нет солнца, может быть, даже солнце можно, не знаю, девчонки, пишите, как правильно. В общем, я осталась в восторге. Еще, смотрите, мой цветок, он просто попер не по дням, а по часам. Я не знаю теперь, что его пересаживать уже. Гляньте, какой он просто огромный у меня. Ну что, пришло время вам рассказать про мой новый отпариватель Smart Steam, вот такой вот желтого цвета. Цвет вы можете выбрать любой, на ваше усмотрение. Я выбрала вот такой вот желтый. Он невероятно легкий, всего лишь 170 грамм. В нем нет никаких кнопок. Чтобы отключить пар, достаточно просто наклонить отпариватель на бок. Не накапливает накипь, добавляется самая обычная простая вода из-под крана и немножко соли. Закипает за 15 секунд. У него очень сильная струя пара для такого маленького отпаривателя. В комплекте идет вот такой вот мерный стаканчик, щеточка, мерная ложка для соли, провод и сам отпариватель. Идет, кстати, еще инструкция, гарантия год и подробная инструкция, как пользоваться. Ну что, давайте я покажу, как пользоваться. Вот такой вот он маленький, здесь нарисованы стрелочки, как правильно откручивать. Откручиваете и поднимаете ручку вверх. Надо приложить немножко усилий, чтобы ее открыть. Все, открыли. Нам потребуется 2 мерные ложки самой обычной соли. Засыпаем. И 2 мерных стаканчика воды. Воду можно брать просто из-под крана. Так, закрываем. Теперь нужно его немножко потрясти, чтобы соль растворилась в воде. И включаем. Включила розетку, ждем 15 секунд и закипает. Ну что, уже идет пар. И начинаем гладить. Немножко натягиваем футболочку. Струя очень сильная, но она не обжигает руки. Смотрите, буквально 2 секунды. Переворачиваем отпариватель. Вот так вот и пар перестает идти. Ну вот, за какие-то считанные секунды просто у вас идеальная футболка выглажена. Причем это ХБ, она достаточно сложно гладится. Вот, все готово. Можно также освежить вещи, просто отпарить. Даже если они у вас стираны, вы достали с чемодана. Очень удобно брать с собой. Он достаточно маленький. Видите, глядите, какая струя пара. Сильно перевернули, и он выключился. Я оставлю ссылочки внизу в описании, где можно его приобрести. И подробное описание этого отпаривателя. В общем, я вошла во вкус и решила погладить свою маечку. Видите, она достаточно тонкая. И гладить утюгом ее достаточно сложно. Поэтому я решила отпаривателем. Очень быстро, очень легко. И все хорошо отпарилось. Можно гладить как горизонтально, так вертикально. Смотрите. Все, маечка. Две секунды. ХБшку, конечно, немножко сложнее. Но, тем не менее, тоже быстро. А такие легкие маечки, это вообще класс. Я сняла со спальни ковер. Почистила его. Вымыла. И вынесла на улицу. Поэтому мне нужно сейчас здесь быстренько пропылесосить. Помыть полы. Такие-то нитки, в общем. Вытереть быстренько пыль. И, знаете, сделаю такую маленькую небольшую уборочку. В принципе, всегда порядок. Потому что мы здесь не бываем. Максимум там своенькие книжки читаем перед сном. И все. И там у меня такая орхидея красивая. Смотрите, как начала цвести. Так красиво вообще. Я прям не могу. Очень мне нравится. Прям радует глаз. Вот это вот ее единственное место, где она хорошо начинает цвести и начинает расти. Вот только здесь, в спальне. На первом этаже она у меня не прижилась. Сейчас с вами быстренько сделаем уборочку. Протрем пыль на всех поверхностях. Обязательно надо вытереть окно. Начали открывать окна, поэтому пыли появилось, ну, очень много. Раз в три дня. Так точно, знаете, вот прям проводишь пальцем и видно. Несмотря на то, что белая мебель, конечно, она не так заметна, как на темной мебель. На темной, мне кажется, вообще надо было бы каждый день протирать. Так очень видно. И обязательно нужно пропылесосить и помыть пол. Пылесос я своим любимым беспроводным пылесосом от Xiaomi покупала, наверное, год назад. Очень им довольна. И уже свой старый пылесос, который проводной, я им даже уже не пользуюсь. Он у меня спрятан. Как бы этого достаточно. А полы я мою шваброй от Vileda. Это профессиональная швабра. У меня была такая, которая нажимается на педальку. Но, к сожалению, сломалась педалька очень быстро. Покупала я ее на Valdburys. Не знаю, может быть, подделка попалась. Потому что многие говорили, что реально швабра хорошая. И хорошо она моет. Но, к сожалению, мне, видимо, не повезло. Вот. Поэтому мы купили вот такую вот швабру от Vileda. Продавалась она у нас в магазине Körher в Симферополе. Я не знаю, продается она в интернет-магазинах. Я, если честно, не смотрела, не видела. Но я тоже ее очень довольна. Она не бьет плинтуса. Как до этого у меня была швабра. То есть она мягко все вымывает. А также я прохожусь ей по плинтусам. В принципе, я ей довольна. Не знаю, как она мне прослужит. Долго-недолго. Посмотрим. Девчонки, увидела в Инстаграм супер, просто нереально легкий рецепт а-ля терамису. И решила попробовать. Плюс мне моя подписчица тоже написала, когда увидела, что я купила вот такое вот печенье. Говорит, попробую сделать. Она немножко по-другому написала. Но я вот буду делать по рецепту, который увидела в Инстаграм. Поэтому сейчас вам расскажу, покажу. Должно получиться вкусно. Это будет, как я сказала, а-ля терамису. Нам понадобится вот такое вот печенье юбилейное. Йогурт без вкуса. Творожный сыр. Сахарная пудра. И кофе. Здесь у меня ложка кофе, ложка сахара. Это растворимый кофе. Вы можете сделать любым кофе, которое вы любите. Там, заварить себе. В общем, главное сделать его вот с сахаром. Ну что, погнали. Я надеюсь, у меня все получится и будет вкусно. Рецепт я напишу внизу в комментариях, чтобы вы полностью посмотрели там пропорции. Вот. И я начинаю готовить. Рецепт простой. Готовится очень быстро. Мы смешиваем йогурт вместе с творожным сыром и сахарной пудрой. Если у вас нет сахарной пудры, вы можете просто перемолоть сахар. Будет то же самое. Все это хорошо перемешиваем либо венчиком, либо миксером. Ну, что у вас есть под рукой. Перемешали. Потом берете печенье. Смазываете его кофе, которое мы с вами заварили. Я не окунала печенье. Я думаю, что оно может развалиться, поэтому просто вы смазываете это все кофе и выкладываете наш крем. Вы знаете, я вот не очень много положила на первый слой, потому чуть-чуть больше добавляйте. В итоге у меня немножко осталось, поэтому первые слои тоже делайте чуть-чуть побольше. Вот. И, в принципе, все у вас готово. Слой за слоем делайте. Смазывайте кремом и в холодильник. Вот такая красота у нас получилась. Видите? Оставляем в холодильник где-то на 3 часа. Сверху, если вы любите, можно посыпать какао порошком. Но мои такое не любят, поэтому у меня будет просто вот так вот все. Отправляем в холодильник. Ну что, расскажи. Круто было? Музыка на всю? Нет, не на всю вообще. Тогда мы круто прокатились. Вот когда ехали, солнце в машине, прям жарко стало. На самом деле так холодно, да? Мы зашли Димчика, забрали, купили немножко продуктов. Забрали Димчика макасины. Сейчас приедем, померяем, придем эти макасы твои, которые новые пришли. Чтобы уже выпускной осталось, знаешь, сколько? Две недели. Димчик. Еще одна звезда. Девчонки говорили не подрезать, нет. В итоге мы, в общем, все подрезали. Ветер, видите, такой. И кое-где я вот так вот завязала, особенно вот в обеденной зоне. Потому что, когда кушаешь, когда сидишь, оно все через диванчик получается. Видите, здесь я кое-где поподвязывала. А здесь оставила вот просто. Просто вот тут. Здесь подвязано. А здесь вот так вот. Дождь, короче, прошел. Несильный дождь был. Но ничего не залилось, слава богу. Все тюли чистенькие. Вот. Ну, единственное, что от ветра, вот видно. Где-то больше, где-то меньше. Вот. Надо поправлять, короче. Так, я очень довольна. Так, прямо хочется здесь находиться. Ку-ку. Ну что там, черешенка наша? Я вот... Видно вам, гляньте? Скоро будем есть черешни собирать. Вот там кружки такие зелененькие. Кружки. Кружки. Там что, кружки? Такое ощущение солнце поднялось, как будто жарко, да, стало? Нет, вообще не было. Так что будем есть. В прошлом году было много черешни. Морозило, но она невкусная. Ну, компоты, конечно, можно, но не очень вкусная. Было вкуснее вишенка. Тяжеловесик, ты когда прешь машинку? Соня. Что там такое? Ну, а стешется. Давай. И в машинку. Молодец. Справилась. Ну что, вот такой вот тортик у нас получился. Мы уже попробовали. Но, скажу я вам так честно, это, конечно, не тирамису, даже не а-ля тирамису. Такой, знаете, летний легкий десерт. Вот с холодильником он холодненький, вкусно. В общем, и как я вам сказала, выкладывайте вот первые слои тоже побольше, чтобы они хорошо пропитались. Вот, стоял в холодильнике у меня 3 часа. Вкусно, но вот, повторюсь, это, конечно, не тирамису. Вот, дети уже ждут. Так что будем кушать. Вот с клубничкой можно еще сделать слой клубники или каких-то вот ягод. Будет очень вкусно. В общем, мы уже кушаем. А Сонька вместо тортика решила поесть просто клубничку. Да, Сонь? Вкусно тебе? На, вытирайся. Так ты этой салфеткой вытиралась уже. Нет. На, вытирайся. Умничка. И стол вытри сразу. Угу. Будешь, вся пижама будет грязная. Вкусно тебе? Крымская наша клубничка. О, да. Накапала уже? Крымская наша клубничка, конечно, не такая вкусная, как турецкая. Турецкая прям сладкая. А эта красивая, но не очень сладкая. И ещё. Ещё? Ты не лопнешь? Смотрите продолжение в следующей серии.